МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время больших надежд. Новая жизнь новой страны. Значит, будем автоматически богатыми, счастливыми. Но реальность разрушила все мечты. Ощущение ужаса, смрада. Борьба за будущее стала борьбой за выживание. Это было самое козырное место, и за Ленина дрались. Как бандиты захватывали экономику страны. Кто атьюк! Им подчинялись банкиры и музыканты. Хочешь спокойно жить? Плыв. Их жизнь была короткой. Звук раздотят машину в клочья. Но гуляли они на полную катушку. Он засадил за минут 15-23 долларов. История бурного десятилетия. В программе «Лихие 90-е» с Анастасией Мельниковой. Прямо сейчас на НТВ. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнение Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР. 19 августа 1991 года. Ранним утром советские граждане узнают, в стране введено чрезвычайное положение. Отстранен от власти законно избранный президент страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне, естественно, не спали никто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было страшно. Я готовилась к самому худшему. По единственному разрешенному каналу телевидения показывают лебединое озеро Чайковского. А вечером знаменитую пресс-конференцию лидеров ГКЧП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пресс-центр МИДа на Зубовской площади. Сейчас он выглядит так. Вот тогда, 19 августа в 16.54, здесь, в зале, толпятся журналисты. Все больше зарубежные. Пресс-конкуренция назначена на 12. Но места в президиуме до сих пор пусты. Прошел слух, что у премьера Павлова гипертонический криз. Наконец, в 5 часов в зал входит пятеро. В этих условиях в нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны катастрофе. Янаева почти никто не слушает. Все смотрят на его дрожащие руки. По залу прокатывается смешок. Становится ясно. ГКЧП обречен. Через три дня, 21 августа, путь захлебнулся. Многие в тот момент празднуют победу демократии. Кажется, теперь начнется другая, новая, более счастливая жизнь. Мы будем свободны, значит, будем автоматически богатыми, счастливыми. Коммунисты не будут нам мешать, и все. В эти же дни происходит событие, которое не привлекло всеобщего внимания. На свободу вышел человек, который через несколько лет сыграет важную роль в истории лихих 90-х. Сергея Тимохеева по кличке Сильвестр будет знать и бояться вся Москва. Для этих ребят, невостребованных перестроечных времен, нужен был лидер. И он нашелся. После августовского путча страна сваливается в хаос. Прилавки магазинов пусты. Республики бывшего Советского Союза одна за другой объявляют о суверенитете. Центральной власти уже никто не подчиняется. А криминальный мир набирает все большую силу. Ореховские, Солнцевские, Измайловские, Коптевские, Курганские, Комсомольские, Казанские. К началу 90-х в стране появляются тысячи мелких и крупных преступных группировок. Кажется, что бандиты уже ничего не боятся. Типичная, так называемая, разборка начала 90-х. Джип с Коптевскими боевиками на большой скорости обгоняет Мерседес Измайловских и зажимает их к обочине. Из джипа выскакивают люди. И начинают расстреливать Мерседес. Измайловские не успевают понять, что происходит. Они выбегают в домины! Но уже поздно. Казалось, разборка закончена. Но Коптевским этого мало. Разносят машину в клочья. Измайловские погибают все. В 1991 году центральное телевидение показывает знаменитый сериал «Спрут» об итальянской мафии. Советские зрители даже представить себе не могут, что многое из увиденного на экране вскоре станет реальностью в их жизни. После выхода этой серии «Спрута» итальянское посольство в Москве буквально завалено письмами разгневанных зрителей. Они требуют воскресить любимого героя. Сергей Тимофеев из фильма делает совсем другие выводы. Он едет на Сицилию, на родину легендарной Коза Ностры, перенимать опыт у итальянских мафиози. Эта поездка определит всю его дальнейшую судьбу. Криминальная карьера Сильвестра началась здесь, в тихом районе Москвы Орехова-Борисова. Бывший тракторист из маленькой новгородской деревни Сергей Тимофеев после армии перебирается в Москву. И в 1986 году открывает спортивную секцию. Постепенно в нее стекаются подростки со всей округи. В 90-х своеобразными клубами по интересам становятся так называемые качалки. Несколько примитивных тренажеров в обычном подвале. На стенах фотографии кумиров, героев модных боевиков. Подростки качаются часами. Форма у всех одна. Спортивные штаны и открытая майка. После тренировки не переодеваются. Только накидывают культ. Спортивный костюм не только для качалки, он и для жизни. Конкретный пацан всегда должен быть впорный. Молодежные группировки по всей стране устраивают кровавые драки. Идут двор на двор, район на район. Приговор 1984 года, это так называемый приговор о ледовом побоище, когда на берегу Лебяжьего озера, возле Казани, сошлись несколько сот человек в общей драке. Именно участники подростковых войн становятся основной боевой силой новых криминальных группировок. После вступления в силу закона о кооперации в стране появились первые официальные предприниматели. Они открывают магазины, кафе, шьют одежду и даже снимают кино. Я ни разу не снимался в кооперативном кино. Снимался Димка Харатьян в мордашке, и мы действительно заплатили 10 тысяч рублей. Ставка у нас до этого была. На последних гардемаринах мы получили ставку народного артиста СССР, и мы платили 56 рублей в день. В день. За роль мы получали 5 тысяч. Стало в два раза больше, был шок. Сильвестер быстро ориентируется в ситуации. Юные спортсмены из его секции подросли. Теперь они готовы для более серьезных дел. Например, для рэкета. Он тоже обладал определенным талантом, хотя начинался этот талант с вышибания зубов проститутка. Ну, первичный капитал, с чего-то надо делать. Да если бы вам потребовалось, вы бы нас в две недели без всякого закона ликвидировали. По всей стране. О жизни проституток отечественный зритель узнал из фильма «Интердевочка». Таких, как героиня Елены Яковлевой, в столице называли центровыми проститутками. Они работали в гостиницах, в основном с иностранцами. В конце 80-х девушки легкого поведения появляются и на улицах столицы. Тимофеев покровительствует уличным девочкам. Но в очень престижном месте, в самом центре Москвы, на Новом Арбате, тогда еще Калининском проспекте. Там всегда гуляет много приезжих и иностранцев. Люся Холодец, будто она с большим стажем. Она хорошо помнит Сережу Тимотееву. Вообще от него балдели. Он лишнего никогда не брал. Менты все по струнке у него ходили. Кстати, девчонки и дали ему за это прозвище Сильвестр. Ну, как актера, столовая. Тогда же Сильвестр знакомится с авторитетным московским бизнесменом. Друзья зовут его Атарик. В миру Атарик в Андришвиле. Всего через несколько лет судьба столкнет их в большой криминальной войне, которое закончится большим кровопролитим. Далее в программе. Как Сильвестр становится крестным отцом российской мафии. За маляву подписываюсь. Клянусь. Как Филипп Киркоров стал жертвой бандитского беспредела. Хочешь спокойно жить? Плэп. А Лайма Вайкуле пела для бандитов. Добрый вечер, братва. Лихие девяностые. Это Анастасия Мельникова. АПЛОДИСМЕНТЫ 8 декабря 1991 года. В Беловежской пуще под Минском главы трех ключевых республик России, Украины и Белоруссии подписывают соглашение о создании нового союза Содружества независимых государств. Президенту СССР Михаилу Горбачеву ничего не остается, как подать в отставку. Да, я его просто подпишу, да и все. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. 25 декабря 1991 года Советский Союз перестал существовать. Мощное впечатление, когда по телевидению показывали, когда спускались в полок Советского Союза. Я этого никак не ожидала. Воровской мир реагирует мгновенно. В разных концах страны проходит несколько десятков крупных воровских сходок. Центральным вопросом стоял вопрос о недопущении национализма в среде уголовного мира. Все за маляву подписывались, клялись. Но единение в криминальном мире продлилось недолго. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события. 400 лет назад об этой истории Шекспир рассказал бы примерно так. В начале 90-х все было намного проще. Кинотеатр «Мечта» на Каширской. На пеночок перед входом залетают три автомобиля с черными окнами. С одной стороны Тамбовский, с другой Ореховский. Стрелка забита. Полюбли. 15-летний Ореховский боевик увел подругу у лидера Тамбовских по прозвищу «Зверь». Неожиданно у Ромео сдают нервы. Начинается перестрелка. «Зверь погибает». После возвращения из Сицилии Сильвестр решает стать настоящим крестным отцом. Он давно знаком с лидерами Солнцевских, братьями Аверинами, и Сергеем Михайловым, получившим в прессе прозвище «Михась». Все четверо проходили по одному уголовному делу о вымогательстве у директора кооператива «Солнышко». Тогда Сильвестр взял всю вину на себя и единственный получил срок – два года. Теперь он объединяет обе группировки – Солнцевскую и Ореховскую. Критический этап овладения ситуацией в стране в основном пройден. На этом пути были трудности и ошибки. 2 января 1992 года правительство молодых реформаторов Егора Гайдара отпускает цены. Граждане независимой теперь России быстро выучили новые экономические термины – шоковая терапия, гиперинфляция. Было 9 можно купить, а теперь уже 10. Вот! Для нас это очень! Я не знаю, кто это только придумал. Десяток яиц, который к концу 1991 года стоил 3 рубля 9 копеек, ровно через год стоит 71 рубль. А средняя зарплата врача не больше 400 рублей. Многие в одночасье оказались за чертой бедности. В обществе происходит невероятная ломка ценностей. То, что казалось раньше отрицательным, становится положительным. Успешный человек считается положительным явлением, а бедный считается пиняком и лузером, как потом говорили. Фим, это ты? Нет, это призрак вашего коммунизма. В конце 1991 года Ильдар Рязанов заканчивает картину «Небеса обетованные». Знаменитый режиссер признается, он хотел снять кино о людях, которые потерпели фиаско в личной жизни. А оказалось, снял фильм о жизни целой страны. Но в это время так упал жизненный уровень, так вообще все покатилось в старт арары. И выяснилось, что эта картина не про какую-то простойку, а вообще про судьбу народа, вообще про народ. В очень бедной стране появляются и очень богатые люди. Создатель скандальной пирамиды ММН Сергей Мавроди в то время зарабатывает свой первый миллион на поставках компьютерной техники. Уже тогда у меня были проблемы с правоохранительными органами, причем все уголовные дела, которые против меня возбуждались, а их было шесть, все заканчивались за отсутствие состава преступления. Заведующий лабораторией в заштатном научно-исследовательском институте Борис Березовский вдруг, всего за несколько месяцев, превращается в долларового мультимиллионера. Странным образом его компания «Логоваз» становится единственным дилером тольятинского автомобильного гиганта. В июле 1992 года в одной из российских газет выходит статья американского журналиста Хендрика Смита, которую он называет российских криминальных дельцов «новыми русскими». Так в обиход входит это яркое понятие. Они удовольствие получают от того, что они могут показать, между прочим, какое огромное количество у них денег. На моих глазах один в казино засадил за минут 15-20 тысяч долларов. В 1992 году Ореховские и Солнцевские под руководством Сильвестра берут под свой контроль почти весь юг столицы. Они получают дань с бензоколонов, магазинов, автосервисов, ресторанов и даже с деятелей зарождающегося шоу-бизнеса. Просто во время концерта пришли и сказали, мы такие-то, такие-то, хочешь спокойно жить, плати. Причем так прилично было плати, там отстегивает чуть ли не 35-40%. Я помню, как меня потрясло. Не от страха, а от несправедливости. Свою группировку Сильвестр строит по образу и подобию итальянской каморры. Деление на небольшие отряды во главе с бригадиром. Каждый отвечает за определенный участок. Беспрекословное подчинение лидеру. В милицейских отчетах тех лет отмечается. Ореховские бандиты отличаются особой жестокостью. Вскоре имя Сильвестра знает уже вся Мосфа. По нему ходили легенды, например, о том, как он откупался от сотрудников ГАИ, которые останавливали его 600-м СДС, золотом, цепочками, браслетами, перстнями. В 1992 году, во время недели высокой моды в Париже, итальянские дизайнеры представляют новую мужскую коллекцию. Классические брюки и ярко-красные пиджаки. Не проходит и месяца, как подобные наряды появляются на новых русских. Ну, они были ярко одеты и очень были такие развязанные. Я помню, как-то я в Нижнем Новгороде попала на открытие клуба. Когда я вошла, то у меня вырвалось. Я сказала, добрый вечер, братва. У так называемых братков свой особый язык. Понять его человеку со стороны практически невозможно. Монолог криминального дельца мог выглядеть примерно так. Реальный пацан поутрянин. Катит выбивать барыши с комиксов. Затем тащится в лавку в тачили. За клевым прикидом трубой и голдой. На трассе чисто клеят две чексы. То сей с ними на сукно синячит и спускает зелье. По ходу дела быки забивают ему стрелку. Они базарят по понятиям. Идет недетская качалова. На измене братва хватает плетки. В замесе чувачелы откидываются. Далее в программе. За что убили самого известного криминального авторитета начала 90-х? Здесь идеальная снайперская точка. Киллер от модной профессии. В один день хотел уничтожить всех руководителей Чеченского ПГ. Как погиб некоронованный хозяин Москвы? Автомобиль сгорает в считанные секунды. Лихие 90-е с Анастасией Мельниковой. Эта бумага защищена от амплятки. Цена ее будет расти. В августе 92-го правительство объявляет о начале приватизации. Ее идеолог Анатолий Чубайс убеждает. Каждый гражданин России получит свою часть национального богатства. Номинал ваучера 10 тысяч рублей. Стоимость автомобиля Волга. Но уже через год за один купон можно купить лишь бутылку водки. Наиболее прозорливые коммерческие структуры очень хорошо поняли ситуацию. Они немедленно приступили с одной стороны к скупке чеков, с другой стороны к серьезной пропагандистской работе по подрыву стоимости чеков. Некоторые получают огромную выгоду. Например, знаменитый ЗИЛ продают всего за 800 тысяч ваучеров. 4 миллиона долларов. При реальной стоимости более миллиарда. После такой приватизации в народе появляется устойчивое выражение «Во всем виноват Чубайс». У Сергея Тимофеева свои расчеты. Ему же мало быть лидером одной из группировок. Он хочет стать крестным отцом всей Москвы. Для устранения конкурентов Сильвестр прибегает к помощи наемных убийц. С интервалом в несколько месяцев от рук киллеров погибают лидеры бауманской группировки. Валерий Глугач по кличке Глобус и Владислав Винер, он же Бабон. Вор в законе Виктор Никифоров, он же Калина. Но на пути Сильвестра к московскому криминальному трону все еще остается один главный конкурент. 5 апреля 1994 года от пули снайпера погибает президент фонда социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина Атарик Вандришвили. Тот самый Атарик, с которым Сильвестр познакомился еще в начале своей криминальной карьеры. Убийцу привозят сюда, к дому номер 4, дробь 29 по Пресненскому валу. Фото будущей жертвы ему не показывают. Говорят, уберешь самого большого грузина. Киллер поднимается наверх. Здесь идеальная снайперская точка. Напротив, в Пресненские бани. Каждый вторник здесь отдыхает Квандришвили. Наконец он выходит на улицу. Три пули в висок обрывают жизнь короля криминальной Москвы. Киллер спокойно уйдет. На месте останется винтовка с ословленным прикладом. Знак того, что убит криминальный авторитет. Атарик Вандришвили похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Проводить его пришли многие известные люди. Спортсмены, артисты, бизнесмены и криминальные авторитеты. В прессе писали, что высокими покровителями Квандришвили обзавелся, когда работал тренером по борьбе в спортивном обществе «Динамо». Там он якобы быстро нашел общий язык с генералами МВД и получил доступ в самые высокие кабинеты. За нами очень-очень много взрослых и сильных мужчин. В правоохранительных органах уверены. Заказ на Атарика сделал лично Сильвестр. Им стало тесно на московском троне. В это время преступный мир Москвы четко поделен на так называемые кавказские и славянские группировки. Их интересы постоянно сталкиваются. Главное яблоко раздора – Южный порт. Крупнейший московский авторынок. Сильвестр, собственно говоря, и возглавил такое вот славянское преступное движение в этой войне за то, чтобы очистить в том числе и Южный порт, который всходил в сферу интересов Ореховской группировки, от влияния кавказских преступных групп. По информации правоохранительных органов, в этой войне против Сильвестра выступает еще один очень могущественный враг – Борис Березовский. В прессе упоминают о его связях с так называемой Лозаннской группировкой. Ее возглавляет будущий вице-премьер правительства самопровозглашенной республики Ичкерия – Хош Ахмед Нухаев. Среди уголовников он больше известен как Ахмед или Хожа. Березовский действительно имел контакт с одним из крупнейших чеченских воров в законе по кличке Ахмед. Это все действительно правда, и Ахмед проложил путь Березовскому в Тольятти. В то время заниматься автомобильным бизнесом очень выгодно. А потому главный дилер автоваза становится лакомым куском для ракетиров из разных группировок. За Березовского якобы вступаются чеченские группировки. Связи с ними еще не раз всплывут в его богатой биографии. По оперативным данным, чтобы одним ударом победить в войне за Южный порт, Сильвестр готовит свой блицкрик. Он созывает всех лидеров славянских ОПГ столицы на сходку и предлагает простой и дерзкий план. В один день хотел уничтожить всех руководителей чеченского ОПГ. В один день. Но произошла утечка информации, и руководители, значит, соответственно, скрылись. Поэтому из этого близгрука ничего не произошло хорошее. В июне 94-го от офиса Лаговаза отъезжает лимузин Бориса Березовского. И буквально в эту же секунду взрывается припаркованный рядом автомобиль. Водитель Березовского погибает. Сам бизнесмен чудом остается в живых. Говорят, ну вы знаете, кто вас пытался взорвать? Он говорит, я знаю, но вы скажете об этом. Он говорит, нет, я об этом не скажу, я разберусь сам. По Москве поползли слухи, что Сильвестра заказали. Он удваивает охрану. Но механизм уже запущен. Центр Москвы. Третья Тверская, Емская. Сильвестр с водителем приезжает на открытие. Курбанцы. Идет к ним один. В это время к его машине подходит один из Курбанцев. Классная тачка. Он садится в салон. Смотрит на панель приборов. Поправляет сидение. Водитель выгоняет его. Вскоре Сильвестр возвращается. Через мгновение он сядет в автомобиль. За руль. Сам. Автомобиль сгорает в считанные секунды. После убийства Сильвестра начинается большая криминальная война. Жертвами которой станут сотни авторитетов, мелких бандитов, а порой просто случайных прохожих. Так начинались лихие девяностые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА